Доброе утро! Я хотел зарядить энергии, чтобы все хотели туда идти. Правильно. Михаил, Чистый берег. Ну, понятно, название говорит само за себя, но хотелось бы немного подробнее о ней. Ну, изначально мы просто собрались с инициативной группой рыбаков, так как мы постоянно находимся на берегах, и все это видим вживую, несем ответственность, поэтому решили просто прибраться для начала, ну, просто на определенном кусочке, скажем так, водоема. Вот. Позже у нас это как-то разрослось, вот, и сейчас у нас акции проходят такие уже масштабные, скажем так, мы уже вывозим очень много мусора, и людей к нам много присоединяется, не только рыбаков, но и просто жителей города, и очень много детей, что не может не радовать. Ну, и, собственно, акция стала ежегодной, даже несколько раз в год проводим, если честно. Это все на добровольной основе, правильно? Ну, конечно, да. То есть неравнодушные граждане. А где в этот раз будет проходить акция, и кто может принять участие, и можно ли каким-то образом еще подать заявку, или как это происходит? Да, на самом деле никаких заявок не нужно, акция будет проходить у нас 4 июня. По поводу места, мы пока оставляем возможность переноса, потому что мы планировали напротив ледовой арены прибраться, но сейчас такая замечательная тенденция сложилась, что очень много коллективов и трудовых, и общественники... И прибирать нечего. Да, в этом месте очень часто прибираются, но, тем не менее, мы ближе к делу промониторим ситуацию, возможно, перенесем место, пока запланировано там. Никаких заявок предварительных не нужно, нужно просто в нужное время, в нужное место прийти, и все. То есть следить за всей информацией у вас можно на страничке ВКонтакте, насколько я понимаю? Да, рыбалка Кантамансийский, мы все это всегда анонсируем заранее, и всегда предоставляем мешки, перчатки, обязательно всех кормим по традиции, вы уже это знаете. Это самое главное, да. Ну, то есть сейчас чистый берег, это не, скажем так, не уборка на берегу реки, а вообще любые зоны, правильно? Ну, это да, это в первую очередь берег какого-то из водоемов, то есть не обязательно это река, мы ездили и на Котлован, прибирались на Байбалаковский пляж. В общем, у нас мест уже довольно много, география такая широкая, вот, поэтому не принципиально. Миш, акции ежегодные, и, как уже озвучили, да, проходит, ну, не первый год. Количество мусора, в принципе, увеличивается или уменьшается? Какая тенденция? Да, к сожалению, уменьшение пока какого-то глобального незаметно. Даже больше скажу, мы, вот, допустим, проводили акцию на Байбалаковском пляже, и мы там еще всегда изготавливаем таблички, оставляем с просьбой не мусорить. И периодически мы просто ездим и мониторим вообще, как там вот ситуация. И, собственно говоря, зачастую бывает, что в том месте, где мы прибирались, через, там, буквально год приезжаешь, а там уже можно заново проводить акцию. Такое, к сожалению, бывает. Но в целом сознание людей, я вижу, оно уже немножко так меняется. Да хотя бы тот факт, что люди приходят, и сами хотят убирать, и количество увеличивается, и с каждым годом очень приятная такая тенденция. Да, про чемпионаты хотите спросить? Да, я хотел спросить про чемпионат, который, к сожалению, в силу нехорошей погоды не состоялся, чемпионат по шахматам. Его перенесли, да? Да, ну, во-первых, нужно сказать, что это не просто по шахматам, потому что все сейчас представляют, мы играли в шахматы. Шахматы викингов, конечно. Да, это, на самом деле, такая подвижная игра, она играется на площадке 5 на 8 метров, это не просто какая-то доска настольная, да? Да, была немножко прохладная и ветреная погода, несмотря на это, народ пришел, но его было немного, поэтому мы решили перенести, скажем так, даем еще людям шанс. Поэтому ориентировочно на 5 июня мы будем собираться и снова будем проводить соревнования. Еще одно интересное событие, о котором мы узнали, это планируется сплав по реке, а быть может даже не по одной реке, рассказывайте, что будет там? Ну да, но это уже больше такое мое личное, то есть я каждый год с своими друзьями езжу по горным рекам нашей страны, по Уралу в основном, мы сплавляемся. В этом году у нас как раз Северный Урал, не очень далеко от нашего округа, практически на границе, две замечательно красивые реки, одна называется Улс, другая Вишера, соответственно, одна в другую впадает. И мы неделю будем сплавляться с 4 по 11 июля, собственно говоря, приглашаю всех жителей нашего округа, может быть кто-то захочет присоединиться, у нас места в группе еще есть, замечательные. То есть организованная группа, единственное, что наверное с собой надо вот все, что необходимо для сплава, да? Или вы где-то там уже на месте все это можно раздобыть? Да у нас система все включена, надо только приехать. И горячий обед тоже. Потрясающе. Каждый день и завтра и ужин еще. Завтрак, ужин, просто санаторий какой-то, курортный. Да, на самом деле. Все включено. Здорово. Михаил, давайте еще напомним, мы знаем, что в ближайшую субботу состоится очередное классное мероприятие на Серебряном озере, тоже традиционное. Да, мы будем надеяться, что погода им не помешает. Да, напомним, где, когда, во сколько приезжать и что там будет. Действительно, в эту субботу, в ближайшую 28 мая, мы всех ждем на базе отдыха Серебряное озеро. Там у нас будет фестиваль семейного отдыха, называется «Мелодия лета». Там интереснейшая просто программа, в 11 часов все начинается, поэтому приезжайте, будем очень рады. Песни у костра, рыбалка, горячий обед. Горячий обед, да. Ну, рыбалка, кстати, в этот раз будет на втором плане, то есть там именно отдых. Главное отдых. Михаил, спасибо большое, мы будем продолжать звать вас в гости, чтобы вы знакомили горожан и гостей города, и округа. С вашей замечательной, культурной и насыщенной программой с горячими обедами. Друзья, вам же говорим, мы опять же в очередной раз распланировали вам все выходные на несколько недель вперед. Не благодарите.